Вечеринка под открытым небом в небольшом, но очень уютном пабе. Праздник, который в Бресте ждали особенно. Город, находящийся на границе Запада и Востока, принимал у себя мероприятия разного формата. Но вот такой фестиваль под открытым небом, с отличной музыкой и развлечениями, стал для областного центра дебютным. Добрый вечер, приветствуем вас на Бирбаспате. Приходите, наслаждайтесь вечером. Инициатор фестиваля – компания с большим опытом работы на отечественном и зарубежном рынках. Старейшее предприятие Беларуси, имеющее не только серьезные производственные традиции, но и удивительные секреты качества и вкуса – оливария. Вслед за Гомелем и Гродно Бирбас, большой автобус компании, привез город над Бугом в новый формат культурного отдыха в лучших европейских традициях. Стрит-караоке, передвижные фотозоны, блицквизы и настольные игры – в каких только развлечениях смогли проявить себя брещане этим теплым пятничным вечером, решив отдохнуть в небольшом пабе под открытым небом. На самом деле, пати-бас – это довольно известный формат отдыха, он есть в Европе. Именно поэтому мы выбрали именно этот европейский формат, потому что мы хотим перевести европейский отдых в Беларусь и познакомить всех жителей регионов, в том числе и брещан, с таким видом отдыха. Традиции приготовления пива уходят своими корнями далеко в прошлое. За более чем вековую историю существования, основанная компания «Левария» была в 1864 году, через рецептурный стол прошли десятки интереснейших решений, лучшие из которых дошли до современного потребителя. Но как найти то самое подходящее, что обязательно понравится по своим вкусовым характеристикам и с чем его сочетать? Это знают профессионалы сомелье. Пиво сочетается с любой едой, в частности с жирной, жареной. То есть это те продукты, которые именно дополняют вкус пива и пиво дополняет их. То есть, допустим, какой-нибудь шампанское либо вино мы не можем подобрать каждому блюду. Но есть интересное сочетание, я так понимаю, это вас интересует. Это пиво в сочетании с десертами. То есть, я думаю, некоторые люди знают такое сочетание, как пиво со сметаной, но это нельзя назвать десертом. В частности, пиво нашей компании «Оливария» «Белое золото», оно отлично сочетается с ягодными десертами и чизкейками. То есть вы можете попробовать, и это действительно влияет на вкус. Праздник под открытым небом не оставил равнодушными даже самых искушенных гостей мероприятия. Особое оживление внес программу «Танцевальный флэшмоб». За каких-то 20 минут под чутким руководством опытного наставника затанцевали даже те, кто не видел в себе способности к такому виду искусства. Во всех регионах в рамках фестиваля «Вкуса» прошел музыкальный вечер. Хэтлайнер каждого, согласно еще одной программе компании «Оливария», был певец или коллектив «Уроженец региона». Брестскую публику приятно порадовала своим творчеством группа «Хурма». Ее солист-берестейц Никита Найденов. Те, кто вдохновились вечером и смогли найти в таком формате отдыха что-то свое, могут собирать чемоданы и покупать билеты. Большой афест, который объединит в себе лучшие традиции, пройдет в Минске уже в эти выходные, 12 августа. Огромное количество развлечений подготовили организаторы для тех, кто не желает проводить свободное время скучно и однообразно. Будет повод даже вспомнить движение танцевального флэшмоба. Перед белорусами в этот день выступит известный британец Джон Юман. 12 августа в 12.00 Лошадский парк ждет вас.